ну что давай тогда привет привет слушай давно не слышно было нас я прям соску очень очень давно уже да я прям соскучился ну что как ты там как я понимаю ты решил сделать небольшой перерывчик немножко отдохнуть выдохнуть расслабиться и вот поэтому все-таки начнем с того как ты как у тебя настроение то настроение нормально но какого-то перерыв чека в плане расслабиться не получается работы все равно хватает но как бы одно заменяет другое то есть не невозможно просто отдыхать вот но перерыв в плане подкастов и видеосъемки да потому что наш есть наверное какое-то ну пускай это заезженное слово выгорание но тут просто нет возможности сконцентрироваться на чем-то сосредоточиться и ну как-то настроиться эмоционально и поэтому дошло до того то что ты такой выжимаешь из себя такой блин надо вот это делать а она уже не очень в кайф потому что ты ну тупо не успеваешь это вложить в свой рабочий там какой-то вообще жизненный график поэтому да пришлось немножко отдохнуть для того чтобы набраться эмоций каких-то впечатлений идеи продумать что делать дальше ну как то вот так плюс но лето лето она всегда такое состояние отдыха мне кажется у всех да есть какое-то детское ощущение каникул все равно остается да как вчера какой-то мне этот прикол жена почитал прочитала потому что типа что-то там так как у вова не было бабушки родители летом его просто на месяц отправляли из дома куда-нибудь типа просто выгоняли из дома на месяц я я кстати сегодня специально послушал концовку нашего прошлого подкаста ну последнего чтобы освежить в памяти на чем мы закончили на какой ноте что хотели обсудить и одна из фраз была что ты бы хотел обсудить последствия коронавируса как я понимаю ну один из аспектов такого перерывчика это еще что у тебя бы остаточные какие-то последствия коронавируса были но есть такое да но это такой пост ковидный наверное синдром эффект до сих пор не изучено врачами потому что это только ну как люди только начинают с этим сталкиваться вот все что там я перечитал пообщался с теми у кого такая же фишка но смысл в том то что ты уходишь в какое-то состояние депрессии у кого-то панические атаки у кого-то фантомные запахи у многих людей как-то прекращается знаешь такое заканчивается какая-то энергия к жизнедеятельности деятельности и все плохо вот я не буду долго об этом рассказывать лично у меня но я реально был с пониженной температурой состояние близким к депресснику к паническим атакам у меня как диагностировал врач легкое депрессивное состояние как как-то так вот на данный момент я пью антидепрессанты мне их прописали на три месяца начала но исходя из того как я общаюсь там с другими людьми большинству это назначают минимум на полгода на так как сейчас многие с этим сталкиваются вот и я сейчас второй месяц их пью и я вернулся к жизни полегче корона вот ее последствия они очень плотно бьют по мозгу по твоему восприятию я так понимаю вообще по твоему отношению к жизни я не знаю как это что там поражается но ты реально становишься другим человеком когда ну реально ты ты очень апатичен ты и помимо того что это ну не просто такое настроение у тебя и организм очень сильно хромает если у меня температура месяц держалась 35 градусов пониженное давление знаешь я там чуть-чуть пройдусь у меня головокружение это но практически в течение полугода то есть она знаешь она иногда прекращается потом опять наплывает и прекращается но как ты замечаешь от каких-то впечатлений то есть когда ты даешь мозгу переключиться ты чувствуешь себя начинаешь по-другому то есть какая-то вот такая фигня то есть если ты куда-то поехал у тебя куча развлечений ты меньше стараешься думать о каких-то своих обыденных делах каких-то вещах знаешь просто меняешь очень кардинально меняешь картинку и самочувствие твое улучшается вот а если ты картинку не меняешь бывает такое что-то утром проснулся бодряком погулял собакой позавтракал такой собираешься на работу у тебя темнеет в глазах слабость и ты понимаешь что что ты даже до работы не дойдешь хотя мне здесь идти 200 метров и просто ложишься в кровати целый день лежишь блин конечно к вид этот странно что вот знаешь один из самых главных его симптомов во время болезни это упадок сил ну тотальная апатия и что практически это же самое проявляется потом уже спустя какое-то время да она долго и самое интересное ну вот реально долго хлопочет и ну я и с другими общался знаешь есть люди которые очень такие активные которые знаешь как бы теряют как это сказать тягу к куче интересных увлечений каких-то знаешь там завязывают со спортом я таких сначала есть там на знакомый наш соцсетях наблюдаешь там какой-нибудь чувак который постоянно бегает бегает и там бегает и там и во всех мероприятиях принимает участие даже если не выигрывает ему главное все равно участвовать потому что вот это вот и тут вот он потом пишет типа сколько не пытался поднять себя после к вида ребята никак у меня всего все болит я не могу себя заставить там татата наверное я подвяжу со спортом на какое-то время ну и таких случаев много блин знаешь у меня я все повторюсь я все так же боюсь заболеть к видом потому что я папа как получается я походу им все так же не болел хотя у меня вот недавно было подозрение я думал что я заболел уже как это у меня проявилось я выходные себе сделал вот классический суббота воскресенье и и оба этих дня я проспал то есть я практически не вставал с постели и у меня просто не было сил я я подумал что по ходу вот меня накрыло то есть я там мерил температуру обычная среднестатистический 36 и 6 запахи все есть думаю ну не может быть ну короче сделал тест сходил в лабораторию тут рядом возле дома да нет все нормально типа нет к вида то есть по факту у меня по ходу было просто какое-то либо переутомление либо бзик какой-то что я поспать решил а есть же такая тема что бессимптомно у многих проходит да я слышал об этом но как бы ну я повторюсь все так же я не верю что я такой настолько удачливый что бессимптомно у меня когда-то прошло и я мне кажется я пока что просто как-то тянуть тяну на какой-то внутренней силе знаешь какой-то которая рано или поздно закончится ну такое себе а я ну я так посмотрел у тебя в сторис так далее что ты привносишь свою жизнь ну самостоятельно новые впечатления что вы очень много ездите по николаевской области на различные там и к морю вы ездите и куда-то в походы такие автопробеги что-то такое ну то есть что вы сами создаете себе впечатление я даже не думал что у вас область такая красивая у нас очень крутая область вообще украина очень крутая не только николаевская область ну ты куда ни сунься везде очень клево и просто ну надо развивать туризм да да потому что я столкнулся с тем что я живя в харькове типа в городе миллионники то есть все мои походы так называемые на природу это просто парки рядом у меня тут ботанический сад находится то есть все такое ни о чем а за город поехать все-таки это целое событие то есть это ну то есть я уже не в том состоянии чтобы спонтанно на автобусе куда-то поехать знаешь то есть то есть надо уже цели как-то планировать причем прям звать друзей на машинах чтобы у меня у меня самого автомобиля нет поэтому для велопробега у меня есть велосипед я не настолько с ума сошел по велосипедам то есть велосипед для меня всего лишь транспортное средство из дома на работу и с работы домой в хорошую погоду то есть я не ну не вот этот чувак который угорел по великам который везде с ним в велошортах и так далее то есть для меня это просто средство передвижения я понимаю что если я хочу увидеть что-то ну вокруг харькова то мне нужно каждый раз готовится то есть прям составлять план и напряг и напрягать людей то есть загорать других людей идеи чтобы они загорались со мной и по факту пользоваться ими чтобы они меня везли куда так и надо да просто изучаешь регион смотришь где могут быть какие-то интересные локации какие-то либо природные классные штуки да либо архитектурные какие-то сохранившиеся и либо какие-то заброшки такое тоже особенно харьков да там вот какие-то заброшки какие-то там может быть поселение брошенные там где-то что-то там осталось но это просто изучаешь читаешь находишь локацию говоришь блин пацаны поехали но не обязательно же сначала снаряжаться там палатками и там всем необходимым на несколько дней можно в световой день очень много уложить если есть автомобиль да да это прикольно хорошую музыку с собой чай кофе какую-то небольшую горелочку ну чтобы по минимуму плюс сейчас все так развито вот сколько мы катаемся блин можно даже ничего с собой не брать все равно есть заправки и все равно на всех заправках ты пописаешь пока каешь горячий хот-дог мороженое купишь холодной воды но как бы проблем нету бывают такие моменты но мы так сталкивались да когда ты на какую-то трассу въезжаешь ну и вообще нет заправок ну бывает но опять же в этот временной промежуток ну ты не умрешь с голода ну конечно может там в горле пересохнуть да потому что долго нету воды там еще что-то но это не критично сколько ездили ну были такие моменты я помню на какую-то под прошлое лето мы катались это что же типа после первой волны короны до после первой пандемии были ну как бы я так понял по многим заправкам не сетевым сильно ударила эта штука по бизнесу и они по закрывались просто ты едешь заправка вроде есть такие частные какие-то они все закрыты либо они открыты но там огромная заправка мы как-то попали на такое она огромная ну то что там знаешь как вот как око какой-то да или вог вот большая локация видно что там есть типа маркет короче все но там только один мужик вообще больше никого кассы нет никакой то есть ты ему даешь бабки он тебя заправляет и говоришь нам надо мороженое он говорит пойдемте он ведет тебя к типа к этому мини-маркету открывает ключом дверь ты заходишь типа в холодильнике смотришь типа это все что есть он да и там хоп бутылку фанты там из холодильника мороженое он только наличка ты ему хоп отсчитал короче ну такие моменты были но как в американских фильмах знаешь да да ну просто смотря куда поедешь опять же сейчас ну блин это все настолько развито есть куча приложух для мобильного телефона которые тебе показывают где какая заправка когда она будет короче ну то есть ты можешь по дороге блин и знать через сколько ты заправишься на какой заправке там а если ты часто ездишь там наши еще всякие бонусные системы короче ну куча всего плюс ну сейчас это это хорошо вот николаевская область да она крутая опять же это все благодаря тани моей потому что я знаешь я такой как нахлебник короче то есть я еду смотрю фотографирую снимаю а потом еще могу не спросить а где мы были то есть я не могу изначально впитать всю ту информацию которую она мне дает но потому что она это читает она изучает она составляет маршрут говорит не хочешь ли поехать туда то там раньше были там такие-то поселения короче там должно сохраниться это 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 я блин классно поедем но она едет по маршруту знаешь она к этому готовилась и все это читала как бы изучал она знает где сейчас что мы увидим а я как этот как турист такого да классная штука там это сфоткал это это а потом я начинаю информацию корректировать типа а вот это то что мы видели это где знаешь у меня все эти названия сел мешается в голове то есть может быть в инстаграме может показаться что я такой супер турист и все знаю но нет я я просто я езжу со своей женой которая все знает ну и как бы мне класс мне повезло и плюс она еще и за рулем едет блин ну ты вообще максимум кайфа берешь от этого события знаешь я вот такой же я обычно то есть если еду там со своей аленой там или еще что то то есть у нее в голове есть план какой-то и кроме плана даже она иногда там решает сколько времени нужно потратить на какое-то определенное место а потом ну и получается я как будто больше удовольствия получаю потому что у меня голова просто воспринимает впечатление я хожу о прикольно о прикольно а она такая так так нам пора ехать куда-то дальше знаешь она контролирует она там на что-то смотрит а я такой типа тюта давай тут еще потусуемся типа какая разница может дальше будет не так круто у меня еще есть такая же фигня когда еще помню в россии жил знаешь там метро если ты идешь с кем-то кто знает дорогу ты как-то отключаешься короче куда он повернул туда и ты короче куда он зашел туда это а потом ты такой думаешь блин я же здесь был но я вообще не помню короче как вообще не запоминаешь маршрут не запоминаешь да когда ты один как бы ты все нормально контролируешь но потому что ты берешь на себя эту ответственность такой уже ага типа тут так тут так а когда с кем-то ну блин ты такой об этом не думаешь короче так нормально меня ведут короче но это видишь позволяет больше получать впечатлений а я этот впервые пошел в такой организованный отпуск в начале мая когда были майские это с 1 по 11 я решил что сколько можно работать и прям организованно уйти в отпуск я заранее за полторы недели написал всем каким-то постоянным своим оптовиками заказчиком что так и так на майские не будем работать буду в отпуске я начал делать там какие-то посты в инстаграме там и на фейсбуке что так и так дорогие там клиенты розничные там и так далее что не будем работать вдруг кого-то есть желание потребность приобрести нашу продукцию там и так далее в результате я себя нагрузил очень сильно работы до отъезда настолько сильно что я уезжал в пятницу вечером если я не ошибаюсь что я с 4 на пятницу поспал три часа проснулся в пятницу восемь утра и пошел на работу еще что-то делал до обеда там или даже до вечера чтобы все успеть как я себя нагрузил я короче и в результате я вот весь отпуск то есть я приехал отдыхать уже и по факту мне никто не пишет понял вот я впервые ну у меня там местами конечно со мной связи не было но то есть я впервые сделал себе детокс от соцсетей но не потому что у меня это было в голове а потому что я настолько подготовился что все были в курсе ну кому нужно было что мне никто банально не писал я же обычно как если где-то тусуюсь то я просто стараюсь отвечать если мне пишут но бывает часто пишут часто отвечаешь эти меня все тыкают палкой эй хватит типа в телефоне сидеть ты вообще-то в отпуске ну типа давай вот а тут у меня был были моментами что я вечером просто целый день не трогал телефон ну только фоткал на него что-то вечером подключаясь к вайфаю и смотрю а у меня там знаешь одно сообщение и это настолько было непривычно вот я настолько ну отвык от того что кто-то может не писать знаешь что я себя поймал на какой-то мысли что это так странно что меня это парило первые пару дней я знаешь такой блин у меня свой бренд а мне никто не пишет ты не плакал там когда не было меня это просто настолько как-то ну настолько непривычно было что я аж такой да не может такого быть но я в этом начинают анализировать я понимаю что я всех предупредил у всех тоже майские кто шашлык жрет кто тоже поехал куда-то кто там еще ну короче все решили кайфануть при этом погода вроде более-менее удачная выдалась дождей там практически не было вот особенно там первые числа и что люди тоже выдыхают и ловят кайф от жизни но не для меня это было вообще странно я просто реально я поехал в отпуск и много думал о том что я первые три дня наверное не отдыхал вообще то есть ну как бы ну еще не ощущал что отдыхаю точнее то есть я еще находился в работе то есть наверное у меня отпуск начался по факту четвертого дня где-то с половины моего отпуска с первые пару дней я еще жил в отправках я еще думал о том что блин у меня кита хвосты остались и так далее вот вот этим жил вот и я понял что на самом деле вот когда уже начал какой-то кайф получать от поездок от общения там с друзьями которых давно не видел что когда ты максимально сильно погружаешься в рутину у тебя очень сильно сужается кругозор к выполнению текущих задач что ты дальше того что ты должен сделать ты уже не додумываешь то есть это теряется уже какой-то и творческий аспект то есть ты не придумаешь ничего нового и вот эта точка она становится твоей единственной целью и когда ты вот в рутине ну например это там я не знаю сделать новую партию продукции ну это у меня например да то есть я ее выполняю и просто делаю следующую точку то есть никакого развития никакой наш только краткосрочные перспективы и вот когда я начал уже получать какой-то кайф от отдыха у меня знаешь начали начали появляться мысли типа о развитии каком-то то есть так а если я вот это сделаю там если что-то новое привнесу а почему я об этом не подумал там с другой точки зрения и на самом деле я себя поймал на мысли что вот наверное причина еще каких-то моих скажем так не самого быстрого развития возможно в том что я мало отдыхаю то есть по идее же да много работаешь по идее много достигнешь но нет у меня мысли вот так вот приходят когда спортом занимаюсь вот часто знаешь вот не приходят мысли вот такие ни в каком другом месте я не знаю почему так вот когда ты находишься в спортзале когда ты что выполняешь какие-то упражнения ты по-другому смотришь на на свою работу на свою деятельность и все время генерируются какие-то мысли говорят что больше кислорода в голову мозг попадает когда ты выполняешь физическое упражнение да ты знаешь а у меня вот похожий процесс только в душе я кстати недавно даже абсолютно случайно смотрел к это научно популярное какое-то видео и там далее объяснение получается что когда человек принимает душ именно душ не ванну именно душ когда на тебя все время поток воды идет что активируется активнее активируется как-то нейроны в левом полушарии и это стимулирует творческие процессы ну то есть вот эта монотонность капель попадающих на тебя она как-то успокаивает и активируются творческие мысли я вот на себе стал замечать все чаще что когда долго залипаешь душ вот просто знаешь такой просто тусуешься под водой то как-то думается легче и спокойнее свободнее никогда не замечал такое не но я тоже да в душе что-нибудь придумываю у меня есть такое что я выбегаю мокрый начинаю что-нибудь записывать ну вот вот оказывается у этого если пришла либо ответить кому-то надо знаешь ты такой обдумываешь а потом хоп вышел такой точно надо вот так сделать поэтому полезно видишь принимать душ не только в цели гигиены но и для повышения своих каких-то творческих можно еще паэр можно еще паэрочку попить тоже хорошо но это другая тема это можно еще целый подкаст опять записать у нас кстати про прошлый подкаст вроде был посвящен много чек да там там как раз там и говорят то что когда волос просил за чай меня было не остановить сразу чай это что там такая тема чай вот такие пироги но у меня у меня все друзья поржали своей фразы что ну про то что я не брошу алкоголь кто послушал мне сказали мы знали алкаш ты старый я раньше когда-то так думал что никогда не брошу курить но у меня знаешь я просто там особенно раньше же курива все равно было более как-то разу это вот недавно жены даже обратили внимание наверное после запрета курения в общественных местах в кафе да везде все равно люди как-то курить стали намного меньше вот и либо как-то прятаться короче ну то есть сейчас такого поголовного нет а раньше наоборот куда ты не зайдешь даже с ребенком поесть в какое-нибудь кафе а там все прокурено и сложно найти там какой-то зал для некурящих только в каких-нибудь более солидных заведениях вот и когда ты читаешь какие-то книги там еще что-то знаешь есть вот эти фразы там он сел закурил вдохнул там вот этот вот облако дыма романтизация была так стало так хорошо короче там плюс на экране же много было и это я все время думал такой блин ну как можно бросить курить если это настолько классно как можно поесть и не покурить после этого ну типа как ну никак сейчас он уже хрен знает сколько не курю и как-то нормально ну видишь получается все таки работает вот эти запреты там же по запрещали или фильмах многих блюрят сейчас сигареты но это до абсурда конечно доходит когда смотришь какой-то ужастик там кровь кишки расчлененка и потом антагонист закуривать сигарету она у него заблюрена ну но мне кажется что тут еще аспект такой появились всякие вот эти свистоперделки типа дожняйка с вейпы всякие еще какие-то вот эти приколи приколяхи и они все пахнет многие вкусно и ты уже не замечаешь вот этот вот именно табачный дым мне кажется мне все равно нет не так много народ ну вот я не так много замечаю что там кто-то как-то курит ну и видно что конечно ходят с этими вейпами там еще какими-то там штуками но я наоборот мне кажется многие стали вот именно вот на айкос то есть все курящие которые либо мало курящие знаешь есть какой-то такой каста людей которые курят в тусовке ну я заметил которые повседневной жизни обычно не курят но где-то когда-то тусуются выпивают и курят у них с собой из какая-то вот эта дежурная пачка сигарет и многие просто вот эти люди перешли на и косы стали больше курить причем я так у меня просто как-то не знаю я наблюдать почему-то стал за своими друзьями кто коскурит я заметил что они стали айкос два раза больше курить то есть они не накуриваются одно одним этим стиком и они курят два подряд и еще радуются тому что айкос развивается ну как бренд и что раньше можно было за один заряд там как-то курить всего один стик надо было на подзарядку ставить а теперь вот айкос выпустил специально для нас стик который когда можно два раза покурить подряд и потом на зарядку только ставить я такой думаю ну чё так они просто поняли что вы не накуриваетесь они сделали специально два раза подряд чтобы курили в два раза больше и при этом я заметил они все покупают сразу по две пачки стиков то есть там тоже 20 стиков пачки но если ты покупаешь пачку сигарет ну человек когда покупал то он понимал что это четко ему там кому на день кому на два кому там на три и так далее то есть четко да сколько хватит то они как бы как будто не совсем понимают то есть они такие я возьму лучше сразу две потому что вот это одна может любой момент закончится ну в общем какой-то странный движ а еще же появились одноразовые вейпы ну то есть по факту это не знаю как мини вейп что ли просто он запаяны в пластиковом тубусе со всех сторон и там одноразовый аккумулятор или батарейка и какой-то конечный заряд этой жижи и то есть ты просто куришь его он закончился и выбрасываешь и они на каждом углу продаются типа на кассах в супермаркетах я видел там где угодно люди просто купил его одноразовый подышал им есть какие то есть никотином есть солевые то есть и выбросил и куча малолеток ходит я вот обращал внимание ходят и курят эти одноразовые вейпы видишь наверное ты общаешься с людьми которые это курят и ты это замечаешь в супермаркетах а я не общаюсь с людьми которые курят и я даже в супермаркетах это не замечаю видишь круг нашего общения формирует нашу действительность какой-то вот я обращаю внимание ну давай ты уже я первый я говорю потому что для меня как-то сейчас вообще так сформировано то что ну я очень редко в своем окружении вижу людей которые курят но если они даже курят это блин я день по ну есть какие-то моменты опять же да наверное на каких-то не то чтобы тусовках но блин да где-то может быть когда нас там несколько собирается для чего-то кто-то может отойти в сторонку незаметно и покурить но это настолько редко а если я вижу на улице там курящих людей то они скорее всего в 90 процентов не мои знакомые если я вижу какую-нибудь девушку курящую идущую по улице для меня я не знаю у меня уже такой стереотип сложился знаешь ну может я уже старый то что как как бы круто она не была одета и как бы красиво например там или там она не выглядела но если она курит для меня на почему-то в разряд какой-то не знаю не хороший не хорошего человека переход то есть она вызывает у меня отвращение ничего более прикинь ну блин мне кажется тут это и возраст и все и куча всего я просто вот идет там какая-то девушка короче и курит и ты такой фу мразь наверное это жестко но у меня почему-то вот так я не знаю блин ну знаешь покурить еще просто по-разному можно знаешь есть девочки которые курят очень знаешь так вальяжненько так значит типа там ручку как-то ставят и прям ты понимаешь что как бы то что сам факт курения как будто не красит ее но вот это какая-то манерность чисто женская какая-то что в этом бывает ну может быть грация а есть да но просто изо рта то у нее говном несет ну понятно но в этом может быть грация я к этому иду а есть же которые курят знаешь такие типа как пацаны с района вот вот плюют еще сквозь зубы легкий еще меня почему-то подбешивает дам эти блять надписи на ключицах не видел такие штуки надписи на ключицах ну да видовала татуировки такие они я не знаю в какой деревне это мода началась короче но вот когда я вижу такую тему мне сразу кажется что вот она с той самой деревне приехала да ну видишь я тоже в индустрии немножко находясь татуировки я уже насмотрелся вообще меня в первом что начало бесить это мода на надписи на русском языке которые должны что-то значить ну типа псевдо философски или псевдоинтеллектуально ну например на ключице там написано слово на одной дыши на другой люби ну понял типа типа дыши люби я короче я такой я понимаю что ну как будто эта татуировка сделана ну не для себя а для меня то есть я должен прочитать вот это дыши и это типа какой-то такой слоган или призыв типа дыши полной грудью там берет жизни все вот какая-то вот что-то вот это псевдо философское псевдоинтеллектуальное максимально скучно и банально и я я вот начал с этого первую очередь напрягаться не просто с самого факта надписи потому что надписи делали всегда иероглифы делали когда-то да там знаки бесконечности все раньше угорали с этих знаков бесконечности которые делали на запястье девочки там и мальчики какие-то вот потом еще что-то было то есть всегда был какой-то максимально попсовый тренд сейчас если я мне кажется самый попсовый тренд татуировки среди девочек это делать гербарий себе ну понял вот эти типа не не обязательно в стиле графики просто цветы вот эти точками и линиями типа например на бедро пионы там на бедро там я все это называю гербарий то есть просто цветы в любом месте между сиськами там где угодно и вот давно я заметил счет этот тренд на эти надписи и вот прям их много было ты так смотришь там там еще что-нибудь я даже не знаю ну короче просто какой-то призыв такой типа вот там вот это дыши люби просто у меня больше всего запомнилось ну блин это было всегда просто знаешь как просто раньше это сильнее бросалось глаза потому что с развить ну индустрия развивается и с развитием индустрии даже самая попса становится чуть развитие то есть если раньше банальщина была какая-то очень приземленная и прям некрасивая то сейчас даже банальные вещи более красиво чем когда-то то есть мы сейчас посмотрев на татуировку ты понимаешь что человека может быть максимально качественная круто сделана татуировка но это блин волк на фоне леса ну то есть то есть это самое попсовое что может быть но при этом исполнение конечно и сама сама индустрия говорит о том что она уже на каком-то уровне развития более высоком чем было раньше вот хотя попсы осталось то есть люди до сих пор бьют себе этих волков до сих пор бьют себе лес до сих пор бьют себе вот этих тигров львов вот это вот это все что девочки себе гербарии бьют вот но при этом многие стилиш отошли перестали быть популярными например биомеханика когда-то биомеханика ой да раньше столько много было роботов этих которые делали себе там механизм как будто да кусок кожи такой типа оторван а у тебя там такие механизмы внутри какие-то там шестеренки ну понимаешь раньше это было настолько популярно что я помню себя где-то в году 2010 что я себе хотел на спине сделать эскиз из биомеханики у меня где-то этот эскиз даже сохраненно еще в века лежит то есть настолько и настолько биомеханика была популярна что я выделяли на тату фестивалях в отдельную номинацию то есть прям была номинация биомеханика сейчас последние года три биомеханику вообще убрали из номинации, потому что до этого был тренд, то есть, 3 года как нет номинации биомеханика, а до этого в биомеханику было всего... Короче, мало номинаций, мало моделей выставляли. То есть, было что-то, например, в номинации 3 места и 3 модели всего по биомеханике. Ну, и, то есть, получается, между ними делят призовые места. Ну, короче, странно было. То есть, на одном фестивале, я помню, года 3 тому назад было такое, что было мало моделей, но номинация была, и поэтому дали всего одно призовое место, типа, лучшей работе, чтобы, как бы, честно было. Чтобы не было второго, третьего места. И поэтому убрали. То же самое был стиль, может, помнишь, такой? Назывался трэш-полька. Да. Он прикольный. Ну, потому что он был реализм с элементами, с такими. Всегда был красная, какой-то красная линия, какой-то красный элемент. Вот. Тоже же по факту трэш-польки уже никто не делает. То есть, сейчас, конечно, новая мода, сейчас многие стили просто смешиваются, и трудно бывает работу характеризовать в одном стиле. Но вот те старые стили уже отошли. И в целом качество татуировки выросло. И что немало, что круто, в Украине очень много крутых мастеров. Причем, ну, вот концентрация крутых мастеров, мне кажется, значительно выше там, чем где-то в среднем по миру. То есть, куда ни плюнь, куда ни посмотри, за границей топовые мастера — это многие выходцы с СНГ, которые работают сейчас в Нью-Йорке там или еще где-то. То есть, в Нью-Йорке одна из самых крутых студий реалистов — это чувак из Одессы. основал ее там. Прикольно. И он вокруг себя тоже собирает все-таки больше диаспорных чуваков, чем местных. То есть, там... Я просто так сильно татуировкой не интересуюсь, поэтому я даже хрен знает, что там происходит в этом мире. Ну, я как бы... Я как бы в силу работы как будто должен интересоваться. Ну, ты же забиваешься еще сам. Да, да, я продолжаю. Ну, мы недавно закончили проект, вот. У меня вот на прошлой неделе был последний сеанс. Мы закончили полностью мое левое бедро. Вот. Ну, и получается, я регулярно все-таки вижу, все многие друзья-татуировщики, и мы... Как бы там ни было, но мы сплетничаем, и, возможно, кого-то хуесосим. Да, но при этом мы обсуждаем частенько, да, тату-индустрию. Есть какая-то, знаешь, тусовка небольшая, поэтому... Да. Я что-то так давно забросил все это дело, что, знаешь, иногда такой думаешь, что-то хочется, а потом думаешь, блин, ну, у меня же куча всего непонятного, да, и, по идее, это все непонятное неплохо было бы там привести в порядок, где-то что-то перековерить, короче, еще что-то. Ты иногда начинаешь об этом задумываться, взвешивать, там, количество сеансов, поиск мастера, деньги, там, то и все, и понимаешь то, что... Особенно, знаешь, у меня такое представление о татуировках, как человека с плохим зрением, короче. И фишка в том, что, глядя на себя в зеркало, даже перекверив все, что у меня есть, я буду видеть точно такого же человека, которого я вижу сейчас. Просто для того, чтобы мне понять, что там изменилось, мне надо приглядываться, либо надевать очки. И, соответственно, ты думаешь, блин, ну, какая разница, знаешь, что я так иду, на мне видно, что, ну, как бы это не чистое тело, а у него какие-то татуировки. Что перековерен, я буду тоже идти с какими-то татуировками. Ну, для того, чтобы какое-то впечатление на себя произвести, ну, как-то... Я его уже давно и так произвожу. Вот. А для того, чтобы просто потратить денег или там быть, ну, типа, посмотреть себе на руку и сказать, вот теперь я, блядь, по-другому зарисован, и это классно как-то... Ну, короче, я не понимаю пока смысла, зачем мне это. Но иногда хочется, но хочется ничего не исправлять, а просто что-то сделать еще. Но это еще, опять же, я не хочу там пока там забивать там спину, там, знаешь, какие-то ноги. И вот последнее, что у меня в голове, если и крутится, то это либо шея, либо что-то на лице. Чуть-чуть. Ого. Ого. Неожиданно. Неожиданно, честно скажу. Я просто... Оно просто как-то так, ну, типа, знаешь, сделаю я на спине что-то еще, но, блин, кроме меня самого об этом никто знать-то и не будет. Ну, я голый по улицам не хожу, как бы, знаешь, ну, такое. Ну, видишь, я вот... Мы с сеансов 10, наверное, делали мне левое бедро, и в какой-то момент кто-то сказал, то есть ты потратил и там, условно, столько-то денег, столько-то времени, сколько мы, полтора года делали. Ну, конечно, я ездил к чуваку в суммы, и, конечно, не постоянно это было, бывало месяцы выпадали. Ну, то есть сеансов 10 было, наверное, я точно не считал. То есть и вложил какую-то сумму денег в бедро, по факту, вот полностью работу мою никто не увидит. То есть я все равно я шорты ношу такие, знаешь, как... Такие... У меня шорты свободные до колен обычно. То есть все равно я... Американский баскетбол, короче. Ну, типа того, да. То есть я хотел... Я хотел сказать скорее американский рэп-кор какой-то, знаешь, как лимбиски там или еще что-то. Ну, типа вот такие широкие шорты до колен, не бриджи. Еще не бриджи, но уже не шорты. Вот. Все равно бедро моё толком никто не видит, то есть, типа... И кто-то говорил, ну, и как ты будешь им выпендриваться своим бедром? Таким крутым, круто сделанным и так далее. Ну, и по факту я же все равно для себя сделал. Ну, то есть, какая разница? Ну, да. Иногда мне, знаешь, приходит в голову тоже мысль, ну, как вот все, что касается там денег и каких-то накоплений, да, в жизни. Ну, то, что если философски мыслить, то все вещи, которые там ты себе приобрел за время своей жизни, они останутся здесь, а ты как бы уйдёшь, да? И, соответственно, почему там говорят лучше тратить деньги на эмоции, на впечатления, потому что это тот груз, который, ну, всегда с тобой. Вот. И недавно я подумал о том, что и татуировки, в принципе, тоже ты унесёшь с собой в могилу. Это, наверное, единственное, что ты заберёшь с собой. Вот. Ну, как бы это тоже нормальное капиталовложение, уходя в другой мир, как бы подцепить с собой вот труды мастеров. Ну, как ты знаешь, то есть ты понимаешь, то, что в гробу ты будешь лежать тёрнуш в татуировках, прикольно. Ну, да. Можно как раз на лице, вот, чтобы сразу было уже видно всё. Ну, мне кажется, что татуировка имеет очень такой важный аспект, который позволяет людей принимать себя. То есть, что бы там ни говорили, конечно же, многие делают татуировки, чтобы выпендриваться. Ну, это спору нет. То есть, это какой-то визуал, мы хотим выглядеть круче, так как купить какую-то одежду, какую-то более модную, или какой-то аксессуар напялить на себя. Но это такая перманентная вещь, да. То есть, поэтому мы видим много малолеток, которые делают татуировки на видных местах. То есть, у них, например, забиты кисти, шея там и икры ног. Но если вдруг он там будет на пляже, то ты увидишь, что у него там выше кисти руки пустые, там, ну, короче, только забиваются, в первую очередь, видные места. То есть, есть такой факт. Это типа понты, чтобы нравиться девочкам и бла-бла-бла. Но по факту, все-таки, татуировка имеет какой-то вот такой аспект, что, ну, многие люди, многие люди оценивают себя негативно, то есть, не нравятся сами себе. комплексуют, может, по поводу каких-то вещей, ну, и так далее. Вот. А татуировка позволяет принимать себя. То есть, ты делаешь то, что тебе нравится, и ты становишься лучше перед самим собой. То есть, даже не для кого-то, а просто. Вот, например, я вот забил левое бедро полностью, но тут еще был такой аспект, что у меня левое бедро было поломано когда-то, и на нем много шрамов. У меня был аппарат Элизарова на бедре, там есть такие восемь, не, не восемь, шесть шрамов, как дырочки такие, знаешь, как вогнутые. Есть еще там кусок шрама вогнутый, где там резали такой продольный, и я когда-то, возможно, комплексовал там в старших классах или там, ну, в школе, потому что, ну, когда вот эти шрамы были, и, возможно, тогда я перестал носить короткие шорты, когда у меня эти шрамы появились. То есть, в какой-то момент я просто забил на это, но эти шортики, все это осталось, ну, потому что это уже стало привычкой и образом жизни. Вот. Но у меня всегда как будто было желание их чем-то перекрыть. Я перекрыл это. Хотя, я не могу сказать, что я там последние годы как-то, как-то оценивал свои шрамы, как-то парился по поводу них. Мне всегда было пофиг. Единственное, мне всегда не совсем, ну, не то, что приятно, мне всегда было лень отвечать, откуда они взялись. Потому что это всегда долгая какая-то история, рассказывать, каким я был дураком в школьные годы, как я сломал ногу и сколько операций, осложнений было. Да, да, то есть, я такой, типа, просто проще на это не отвечать, потому что мне впадло отвечать на этот вопрос, знаешь. И в какой-то момент я такой подумал, было бы классно перекрыть и перекрыл их. И я не могу сказать, что я себя морально лучше стал чувствовать или как-то по-другому оценивать себя, но, наверное, подсознательно я хотел это сделать. Ну, вот так, короче. То есть, татуировка в этом случае это не только самовыражение, но и какое-то самоутверждение, то есть, самоутвердиться в самом себе. У меня, а, говори. Я просто хотел подытожить, поэтому круто, что татуировка в целом существует и что она на самом деле очень многогранна, что это как и самоидентификация, как причастности к какой-то субкультуре, возможно, так и показатель каких-то безвкусных понтов в чьем-то случае, да, просто много денег вложенные в понты, так и просто что-то интимное и сделанное для себя. То есть, вот татуировка вот в этом плане, как и любое творчество, очень многогранна. У меня, наверное, больше какой-то субкультурный. Субкультурный какая-то, знаешь, типа, кастовая принадлежность, ну, у меня нету там каких-то эмблем определенных группировок, но то, как развивалась на мне вот эта вся фигня, она все время меня, я себя старался с чем-то охарактеризовать, знаешь, когда-то было такое выражение, не знаю, слышал ты или нет, типа, движение футболок, то есть, человек хочет все время войти в какую-то организацию для того, чтобы получить их футболку. Типа, это круто. Ну, футболочники, да, в мото-клуб какой-то, да, там саппортить, там что-то еще, и ты такой, вау, типа, я вот тоже. Вот у меня одна, наверное, самая первая моя татуировка, которую я себе сделал сам иголочкой, было гроб, ну, гражданская оборона, там, четыре буквы на запястье. А это, ну, это первый курс ПТУ, если мне не изменяет память, когда я там панковал, слушал гражданскую оборону, жил на севере, и как бы, ну, у людей моего возраста и окружения не было татуировок. Ну, это был, знаешь, какой-то такой вызов, ты такой слушаешь Егора Летова и сделал себе, вот, блядь, такую татуировку, которая там маленькие, четыре буковки, которые особо никто и не видит, но ты как бы это видишь сам, такой, блядь, у меня татуировка, вот, а потом что-то следующее было, это был Sex Pistols, God Save the Queen, короче, да, там, с ошибками, это я уже там сам себе делал машинку и сам себе в каком-то там подвале, знаешь, раньше у нас с молодость вся была по подвалам, короче, мы в подвалах строили себе такие не халабуды, наверное, какие-то прям комнатки с кроватями, с небольшим каким-нибудь телевизором, либо магнитофончиком, не знаю, делали вы или нет, ну просто смотри, вот, твое поколение по подвалам, мое поколение тусило по подъездам уже, у нас в подвалах мы прям ставили дверь, замок, то есть, ну в подвале же там вот нижний этаж подвальный, он в принципе повторяет фундамент те же самые комнаты, как квартиры, и там такие же дверные проемы, все, ну вот, просто стоит как бетонная такая, да, конструкция, просто песок навален где-то больше, где-то меньше, и мы со старшими ребятами собирались, расчищали все это, застилали полы какими-то досками наваливали, сверху там рулон линолеума, но я жил как бы на севере, да, и там вот еще в мою молодость большинство родителей у кого-либо работали на каких-либо стройках или заводах, и нас окружали стройки, заводы, где можно было что-нибудь подпиздить, короче, и сделать себе нормально, вот, и соответственно мы выстраивали себе вот такие комнатушки, у нас там висела лампочка, мы там курили сигареты, слушали музыку, и там как бы вся вот эта субкультура и развивалась, знаешь, типа у нас есть свой подвал, ты там сбежал из дома, поругался с родителем, хуяк подвал, пацаны тебе пожрать принесли, короче, ну как-то вот такие тусовые места, и таких подвалов было, ну у каждой группировки какой-то, да, у каждого двора были такие свои подвалы, когда мы конфликтовали друг с другом там, или там у нас были вот эти толпа на толпу, мы накрывали чужие подвалы, то есть там такое было, вот, и я как раз вот в одном из таких подвалов самодельной машинкой, там из моторчика делал себе вот эти татуировки, вот, и это как бы, знаешь, была такая первая волна, когда ты сам себе делаешь какую-то шляпу, короче, для того, что... Ну знаешь, прикольно, что у тебя с музыкой это связано, типа Гроб, этот, Sex Pistols, прикольно. Да, потом я сам стал петь там в одной панковской группе, мы с пацанами также создали, да, вместе стали выступать, там у нас был вот этот наш в городе на севере Печорский рок-клуб какой-то, мы там, типа, его сами создавали, короче, и... Ну мы были такой панковской группой, которая играть толком не умела, но именно с... Опять же, из-за меня, из-за моего друга, из-за таких прям эмоциональных подонков, которые там выбривали себе ракезы, рисовали сами себе футболки в те времена, знаешь, ну то, что мы делали такое, что в городе вообще, блядь, никто не видел, вот, и благодаря этому нашему такому эпатажу, короче, и поведению на сцене, мы стали на нашем, в нашей республике популярными. О, прикольно. Называли самыми главными панками города, короче, ну просто, ну, отморозки. Жрал какие-то там таблетки перед выступлениями, не помнил вообще, что я творил на сцене, это вот в те времена, знаешь, когда там милиция стоит, такая охраняет фуражка, короче, типа рок-клуб, у каждой группы там... Но ты как будто к этим кистокам пошел, расстроенные гитары, непонятные вокалы. Да, рок-концерт, там каждой группе там, ну, дают какой-то отбор сначала, знаешь, типа, кто будет выступать, все такие там попели, ну, там сидит там Витёк, короче, ну, организатор, но он тоже играл музыку, только такой индастриал, там типа что-то, там ближе к Nine Inch Nails, тогда, знаешь, что-то. Ну, у них была более крутая аппаратура, синтезаторы, они работали, могли себе позволить купить, ну, повзросле ребята, и вот они нас прослушали, такие, да, да, вы проходите, я вот помню первое выступление на большой сцене, я попросил свою маму сшить мне из простыней смирительную рубашку, выбрил ирокез, короче, ну, и вот я на сцену вывалился в смирительной рубашке, вот так вот, знаешь, дергаясь, как будто я псих, которого надо успокоить, и вот в этом вот имидже я пел песни, короче, ну, то есть там, там вообще тогда это были газеты, в которых фотки вот эти, типа, блин, про нас писали, короче, то, что, типа, вообще там, типа, непонятные ребята, вот, и тогда вот, и вот в этой, в этой движухе уже, моей, такой панковской, я продолжал себе колоть какую-то шнягу, короче, ну, вот какие-то, знаешь, это уже был такой образ, блин, Сида Вишеса, то, что я жрал какую-то непонятную наркоту, запивал ее водкой, непонятно, что творил на сцене, короче, одевался во что попало, у меня были там такие прикиды, вообще там, какие-то пиджаки, галстуки, на которых я там рисовал, анархию, короче, такое, очень интересные были всякие, очки для плавания, блядь, на глазах, там все в кучу, вот, и вот это вот все, а потом как-то так прошло уже по татуировкам, знаешь, то, что, ну, я как бы там стал повзрослее, переехал жить ближе к Москве, и я там, ну, как бы не так много времени провел, потом у меня получилось, что я там заехал за забор, да, вместо они стали отдаленно, а там другое, там я в непонятных татуировках написанных, короче, ну, которые, в принципе, никто не обращал внимания, потому что, там, у каждого за молодость никто не спрашивает, за вольную жизнь тоже, там, коли себе все, что хочешь, в принципе, если это не пересекается с какими-то конкретными, там, воровскими татуировками, ну, я слышал, типа, что за татуировки, сделанные на гражданке, спрос не берут, у меня какой-то пьяный бомж мне это сказал, который говорил, что сидел, ну, это даже раньше так было, что если ты на гражданке не бьешь себе воровские татуировки и не заезжаешь туда, опять же, сейчас это уже в моде, типа, тюремная татуировка, и я не знаю, ну, блин, я давно туда не ездил, короче, и все очень сильно поменялось, я вообще не знаю, ну, мне кажется, что в нынешнее время, когда татуиндустрия так сильно развита, что никто нигде за них уже спрашивать себя не будет, что бы ты себе не набил, ну, в принципе, как бы. Я немножко отвлекусь от этой темы, ты знаешь, что вот эти, ну, около, типа в зоновском стиле татуировки популярными сделал Запад, то есть, понимаешь, в чем прикол, вот есть же олдскул, да, и люди забиваются олдскулом у нас американским по факту, Сэлла Джерри, там, и так далее, ну, вдохновленные Западом, а на Западе чуваки сделали модным этот зоновские татухи, и они, у них называется этот стиль Russian Criminal Tattoo, то есть, для них это олдскул считается, на Западе, типа, русские татуировки олдскульные, и, ну, это со стороны очень смешно выглядит, когда там какой-то американец, у него там код набито, и подписано код, там, или север, там, на отписи, ну, какие-то вот такие, знаешь, типа классические, или у чуваков, ну, то есть, ты понимаешь, что на фото какой-то там малолетка Америкос, а у него, типа, на ключицах эти звезды, понял, ну, розоветров которые, и есть даже книга, какие-то чуваки, я уже точно не помню, выпустили книгу, которая называется Russian Criminal Tattoo, она в двух томах, если я не ошибаюсь, и я ее частенько листал у всяких олдскульщиков на студиях, то есть, получается, чуваки привозили эти книги, или покупали где-то в Европе, или на Западе, и там она на английском языке, там рассказывается, типа, история про криминалитет, и расшифровки всех этих татуировок, которые сделаны на основании вот этих досье, которые были у КГБшников, или у кого, когда, которые фоткали зэков и подписывали расшифровки, что это значит, вот, то есть, это вот книга, сделанная татуировщиками, типа, о русской какой-то криминальной татуировке, то есть, это настолько странно, и как будто, даже немножко абсурдно, знаешь, что этого не сделали у нас, то есть, у нас же есть такие, ну, у нас моду, она же тоже есть, но не настолько можно. Нет, есть, конечно, но она больше модной стала в одежде. я тоже такие встречал. Ты не замечал, что в одежде много элементов, то есть, много брендов появилось? Да, это же от Болинсиага, скорее всего, пошло, потому что у Болинсиага, как я понимаю, один из там владельцев, или кто там, он грузин, с прошлым из СССР, почему там модные, вот эти вот оверсайз, спортивные костюмы, типа, из 90-х, короче, очень много принтованы именно церквями, куполами и звездами одежды. Мне кажется, они задали этот тренд именно вот такое, на носовок 90-х, короче, у них вот так это можно, наверное, характеризовать. Я как-то, ну, вообще Болинсиага не слышал. Какую-то фотку последней коллекции Болинсиага, там стоит худой, высокий, лысый какой-то гуэмплем, просто реально, так и знаешь, какой-то вот лысый такой, вот человек, как будто ему химиотерапию прокалывают, короче, длинный, худой, и на нем на 50 размеров больше, блин, олимпийка такая, духа 90-х, знаешь, там, зеленые какие-то полоски, короче, огромнейшие спортивные штаны, которые к низу не заужены, знаешь, такие вот со стрелками, и туфли, блядь, и это вот коллекции сейчас, ну, то есть это вот, блядь, реально 90-е, знаешь, такой хуеплёц рынка, короче, еще барсетку под мышку, знаешь, такой, опа, блядь, капец, меня просто вот с этим стилем, именно в одежде, больше ассоциируется этот, одесский сур, или сюр, не знаю, как правильно почитается, ну, которые одесситы поехали в Америку, сделали бренд, и открыли потом магазин в Одессе уже. А, да, я видел такой, Стас Домбровский, делал ролик даже про владельца как раз сюр в Одессе. Ну, я, типа, лично не знаком, но у меня есть друзья в Одессе, которые знакомы, ну, с владельцем там, и как-то пересекаются, я его видел даже вроде бы как-то так случайно, ну, ладно, это не важно, но я одежда, у меня есть их одежда, я покупал себе, у меня джинсы есть суровские, или сюровские, я буду сур называть, короче, то вот эти, знаешь, классические американские джинсы из плотного денима, прямой крой, снизу, которые подворачиваются, вот это хер знает сколько раз, то есть вот обычный все, причем какой-то деним там модный, японский, то ли еще какой-то, но при этом внизу сзади, там в районе щиколоток, нашивка, две красные звездочки на каждой ноге, понял, по звездочке красной, я такой, ага, ага, типа для своих отсылочка или что, ну вот, ну, да, ну мы говорили о татуировке, это я так, просто в одежде стало много, это всякая фигня. Если дальше туда пойти, ну это я типа рассказывал, как у меня, вот там уже пошла тема, знаешь, что когда там тебе светит определенный срок, и ты такой думаешь, что тебе здесь уже как-то жить, ну ты по-другому начинаешь смотреть на мир, ну как бы знаешь, что ты понимаешь, что, ну у меня особенно там пару десятков лет светило, и я настраивался на ту жизнь. И, соответственно, в той жизни есть какие-то определенные масти, короче, которые показывают, ну, твою принадлежность, грубо говоря. Ну, социальный статус скорее, да? Да, да, и там вот они у меня появились. А они у тебя остались, или ты перекрыл их уже, когда на гражданке? Перекрыл. Перекрыл, потому что сначала пытался, даже не перекрыл, они как бы есть, но они сделаны, знаешь, не настолько качественно, что они поплывшие сейчас. Вот они на пальцах есть, как бы до сих пор, да, но они расплылись, плюс я их выводил. Вот, я их выводил, потому что, когда я освободился, знаешь, тоже у уголовников, например, есть несколько путей дальнейшей жизни. Есть те, кто жмут на блатной педали, и вся их жизнь это украл, выпил в тюрьму. Вот, у меня же, как бы, все было не так, мне хотелось жить, и в тюрьму особо вообще не хотелось. Но так как я туда попал, как бы возвращаться второй раз, мне туда не хотелось, потому что это не мой образ жизни. То есть, оставаться человеком в любых условиях для меня всегда является, как бы, приоритетом, да, и за то, как я там себя вел, и как жил, никто плохого никогда не скажет, а даже наоборот. Но, как бы, возвращаться туда еще раз, чтобы опять быть там хорошим человеком, мне неинтересно. Мне интересно прожить эту жизнь, как бы, другим путем. Соответственно, для того, чтобы мне жить в этом мире, вот эти вот масти, они мешали. Мешали в том плане, то, что я не мог найти работу себе. Знаешь, ты приходишь, у тебя забиты пальцы, блин, и, ну, как бы, и так не очень легко найти работу после заключения. А когда еще вот с такой фигней, ну, блин, это был 2004 год. Ну, то есть, сейчас уже у всех руки забиты, да, там, пальцы, там, все, тогда еще такого не было. И плюс, ну, смотря, чем забиты. Ну, опять же, мне кажется, даже тогда ты придешь с забитыми пакшами, да, вот кистями, куда-то устраиваться, тебе скажут, иди отсюда, блядь. Ну, вот, вот тогда еще так бы сказали. Сейчас уже, ну, на это по-другому смотрят. Вот, и мне пришлось их выводить, я там себе их выжигал, но до конца не выжигал, потом туда, куда я устраивался. Марганцовка какая-то. Да, туда, куда я устраивался, ну, у меня же она была перебинтована, потому что там все гноилось для того, чтобы вывелось. Там просекли, что, короче, я работал уже, да, и, я не помню, была какая-то штука на квалификацию, или на что-то еще, ну, и, короче, типа какой-то проверки. И я так понял, то, что если сейчас эту штуку заметят, то меня уволят. Да, я не хотел терять работу, потому что и так все было сложно, как бы, я не так много там зарабатывал, охранял магазин, и я стал выводить. Ну, и, короче, гадости я себе сделал, шрамы пошли, рука перебинтована, гноилась, но чуваки, которые меня проверяли, они настолько глупы, как бы, да, и они выкупили, что это такое. Вот, и сказали, что если бы ты пришел устраиваться, вот, к нам, вот так, и мы бы тебя просекли тогда еще, то ты бы, соответственно, не устроился, ну, ни при каких обстоятельствах, но так как сейчас мы тебя уже знаем, ты уже там, типа, не первый месяц работаешь, и работаешь хорошо, то, соответственно, хуй с тобой, оставайся. Ну, и поэтому, знаешь, на данном этапе, они вот полувыведенные, как бы, остались, что-то. Ну, я уже не пытался там, не удалять, не забивать чем-то сверху, ну, есть оно, есть как бы, мне за это там особо не стыдно, но и с другой стороны, я, там нету ничего такого, что перечит, наверное, моим каким-то жизненным правилам. то есть нет такого, знаешь, что я там себе набил, что я, блядь, всю жизнь должен сидеть в тюрьме, ну, или я какой-то там, не ебаться, главшпан, ну, таких татуировок нет, там больше какая-то социальные показатели, типа, как я общаюсь, с кем я общаюсь, круг друзей, и так, так, и тому подобное. А что все, да? А все вот эти, типа, рассказы о том, что там чернила делают, какая-то жонка, там, с каблука соскребают, это все правда, или это все слишком преувеличено? Ну, смотри, тюремный мир, он же тоже эволюционирует, и, ну, очень много вот про то, что ты даже говорил, которые книжки, там, какие-то записи КГБ, там, и прочее, старые, вот этот old school тюремные татуировки, например, она же началась во времена ГУЛАГа, да? Ну, грубо говоря. да, ГУЛАГ. В те времена, когда были воры, когда были сучьи-воины, короче, прочее, когда за татуировки убивали, и когда они реально имели ценность свою, вот, и там каждая татуировка, она реально что-то значила, и по татуировкам выкупали, и знали, кто тебе набил, как тебе набил, и по татуировкам тебя прочитывали, и, соответственно, если ты не соответствовал, тебя, ну, макрили за них, да, либо опускали, но такое было, а потом со временем, например, там в 90-е годы, ну, не все татуировки времен ГУЛАГа дошли до этого времени, какие-то остались, какие-то нет, потому что времена же меняются, и появился и рэкет, да, и какие-то там, бандитизм, прочее, то есть появились часть новых татуировок, часть старых, например, да, блядь, смерть КПСС, но они же уходят, или там Ленина там бить, еще что-то, ну, или Сталина, да, да, это уже неинтересно, ну, соответственно, происходит эволюция, то же самое, чем бьют, в те времена, когда вот был ГУЛАГ, там, и прочие дела, стопудово, жгли каблуки, ссали туда, разводили с мочой, и такой жженкой били, я застал время, когда каблуков у нас не было, нас не одевали в кирзовые сапоги, вот, но жгли подошвы у тапочек, у фланцев всяких, жгли станки, бритвенные, биговские, знаешь, такие же с оранжевыми ручками, да, 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 то есть ты его жжешь, а сверху держишь шленку, ну, тарелку, и вся сажа собирается наверх, ну, она летит вверх, от того, что горит, и сажа собирается на эмаль, на тарелочку, потом ты эту эмаль просто разводишь не мочой, а кремом, что-то типа арка, знаешь, такие крема после бритья, он якобы чуть-чуть на спиртовой основе, ну, такой вот, кремообразный, как зубная паста, и ты немножко туда выдавливаешь, и перемешиваешь его с этой сажей, и у тебя получается такой чёрный вазелинчик, которым ты бьёшь, такая жжёнка, технология, да, мы били таким, и ещё, уже я застал время, когда загоняли гелевые ручки, вот, я хотел про это спросить, не били ли гелевыми ручками, потому что, били гелевыми ручками, только они там тоже, знаешь, там какие-то подходят, а какие-то нет, потому что у меня воспоминания даже есть, что моему корешу делали, ну, только не где-то, а негде было купить чернил просто, чуваки сделали тату-машинку, и гелевой ручкой ему делали татуировку, ну, они тоже, они даже оставались, даже цвета, но там, я так понимаю, тоже зависит от состава, наверное, там, ну, понятно, бренда, кто делает, ну, то есть, краситель, наверное, разный, и где-то она нормально проходила, где-то нет, потому что я помню такую фишку, что типа вот эти гелевые стержни охуенные, а эти там типа говно, ну, такая фишка была, но я уже, сейчас я не вспомню, ну, вот как, как они там отличались, также и с тушью, то есть, тушь раньше еще вот в мои времена можно было купить в каких-то канцелярских магазинах, и каким-то образом там их передавали иногда там в передачах, ты просишь там, ну, менты же не все смотрят, вот, тушь тоже, она вот нормально бьется, только черный, например, а какая-то там синий или зеленый, я помню, мы так пробовали, вроде цвет же тоже темный, а нихрена, знаешь, она там, ну, какой-то эффект дает, что ее почти не видно, там, блин, прикольно, просто я вот сейчас вспомнил, как-то, знаешь, есть какие-то вещи, которые ты просто не вспоминаешь, потому что нет повода вспомнить, ну, да, я когда увидел впервые татуировку, именно, вот, процесс какой-то создания, то есть, что вот она свежая, и чувак ходит, заживляет ее как-то, ну, кое-как, это вот у меня в городе, чувак себе сделал, господи, это ж как-то, а, это ж помнишь, был мем, татуировка называлась «Как у Клуни», нет, не помню, не слышал, это, короче, был такой мем, ну, это ж давно, лет 15 тому назад, может, ну, может кто-то помнит, это фильм у Родригеса про вампиров, как же он, от заката до рассвета, если я не ошибаюсь, название, старый такой, у Клуни там была татуировка, такой, трайбл на всю правую руку, я понял, теперь понял, трайбл такой, и появилось такое слово, ну, вообще в три слова, «Как у Клуни», но все стали писать это совместно, «Как у Клуни», название этой татуировки, да, и называть эту татуировку, «Как у Клуни», и всех, кто делал себе трайбл, вот такой вот, на всю руку, либо на плечо, «Как у Клуни», так вот чувак этот из города сделал себе, ну, наверное, прям один в один, и бил ему, более того, татуировку, если я не ошибаюсь, ему бил Женя Диков, это было хрен знает когда, а Женя Диков, что это один из топовых мастеров, вообще, ну, то есть земляк мой, там, и привет ему, вдруг он когда-нибудь послушает, сейчас где-то в Европе, наверное, работает, или в Москве, там, какой-нибудь, ну, то есть чувака очень высокий уровень, он в 2013 году на фестивале в Киеве взял все главные награды, он взял номинацию «Лучший портрет», «Лучшая работа в реализме», и «Лучшая», и «Гран-при фестиваля», то есть «Лучшая работа всего фестиваля», это вот 2013 год, когда я впервые посетил кто-то ту фестиваль в своей жизни, вот, и он приехал с моделями, и забрал все лучшие награды, вот, то есть, а тогда мы еще, наверное, даже знакомы не были, или только познакомились, и я просто увидел этого чувака с этой, и машинка была самодельная, били черными гелевыми ручками, били, что самое смешное, я помню, били, если я не ошибаюсь, на компьютерном клубе, то есть, знаешь, были в подвалах эти компьютерные клубы, где чуваки там на час брали, и так далее, а этот чувак условно взял на всю ночь, и они там что-то на компе смотрели, и били, такой трэш, капец, такие воспоминания какие-то, ну, тогда же было вообще круто пойти на всю ночь в компьютерный клуб с пацанами, то есть, это вот тогда, когда я был малым, да-да-да, вот, причем, самое смешное, что делали вот этими гелевыми ручками, а они все равно потом синели, татуировка заживала, ну, то есть, а все делалось же все равно на черниле, на синем, то есть, как-то добавлялся краситель, чтобы на черном было, и потом у чувака вся эта татуировка просто стала фиолетовой, вот, так же, вот, было и такое, вот, у меня какие-то остались именно вот, вот, из той жженки, короче, ну, ну, оно такое, оно больше серый какой-то, серо-зеленый, наверное, а тату машинку делали с этих, с электробритв, правильно я понимаю, или у вас нельзя было таким пользоваться, нет, уже мы делали с движков от плееров, а, прикольно, потому что электробритва, это, даже, наверное, вот, в двухтысячных, когда я отбывал, это уже было олдскулом, ну, именно механическое, а, электробритв, да, электробритвы, вот, я видел, чуваки делают из электробритв, есть до сих пор, знаешь, какие-то ребята, которые, ну, не то, что бьют этим, они по приколу, то есть ребята олдскульщики, которые делают олдскульную татуировку, и они уважают какие-то там, знаешь, классические вещи, скажем так, и они по приколу делают сами самодельные машинки, и по приколу иногда ими колят, там с им кентом каким-то или в пьяном угаре или еще что-то. Вот я видел, чувак сам сделал из электробритвы, и та электробритва какая-то советская была на батарейках, и он еще угорал, что у него есть теперь портативная тату-машинка. Да, но смотри, изначально они были из механических бритв. Может, помнишь такие? Такая бритва в чехольчике а-ля кожаном таком из дермантина на молнии, ты ее открываешь, у нее так ключик поворачивается, ты ее заводишь как будильники раньше, знаешь? Да-да-да, я помню. И она начинает крутиться, ну и соответственно, когда завод подходит к концу, она начинает крутить медленней. У меня такая машинка тоже была, но уже после того, как я освободился и нашел у своей там бабушки в шкафу, где-то в серванте короче, я копался, знаешь, там какие-то там эти коробки со старыми пуговицами, там какие-то там еще штуки, я нашел такую бритву, и я тогда сделал себе просто дома уже угореть, вот. Но в тот момент, когда я, например, там отбывал, а даже совковые электробритвы, они уже были, ну, не в обиходе. То есть, возможно, какие-то мужики, знаешь, там сейчас ты тоже можешь какого-нибудь деда найти, который до сих пор там наяривает этой бритвой где-нибудь у себя там в туалете, старинный, вот. Но сейчас такое время, что сейчас очень много этих же самых бритв, да, они заряжаются от USB, короче, и спокойно переносные, все сейчас уже таким пользуются. А в момент, когда там был я, вот этой новой волны бритв повседневно, ее еще не было, но бритвы электрические, они как-то тоже уже отсутствовали. То есть, я не могу себя вспомнить, чтобы у меня дома была, блядь, электробритва перед отсидкой, знаешь, или там то, что там мои какие-то кенты ими пользовались. То есть, какое-то мужичье, наверное, да, там по 60 лет, возможно, там ими пользовались. Но так как из нее делают машинки, во-первых, их на Централ, ну, реально уже сложно загнать, именно электробритвы, да, это же такой агрегат. Вот. И почему-то у нас, ну, проще было найти движок от плеера, аудиоплеера, знаешь, такие всякие. Вот тогда они уже нормально были в обиходе, вот, и... Ну, в кассетной, которые, да, от плеера? Да, как бы кассетный плеер и кассетный магнитофон, в принципе, в тюрьму загнать несложно, как и телевизор. То есть, ты сидишь, ну, это не про зону, я говорю, а именно про следственный изолятор. Там, ну, в зависимости от режима у нас, например, ну, было нормально, и это, ну, было можно. Можно было там слушать музыку, блин, и смотреть телевизор. Ничего там страшного нет. Как бы оперотдел прослушает только, наверное, кассеты, которые ты там загоняешь, чтобы там не было каких-то там, блядь, показаний там, знаешь, или каких-то там рекомендаций там, ну, записанных как бы на кассету. Вот, и оно проходит. Плюс были расконвойники, ну, это типа те, кто... Те же зэки, да, которые в хозобслуги на тюрьме, они себя чувствуют намного вольнее, как бы, да, они, ну, грубо говоря, наволенно чуют, но они занимаются тем, то, что там работают в прачечной, развозят баланду по камерам, короче, прочее. Ну, такие же вроде как зэки, но на более, как это сказать... Ну, на более, типа, расслабленном, как это, уровне содержания, вот, которым вообще можно, в принципе, все. Ну, то есть, но они все равно как будто отбывают, да, получается? Да, они отбывают, ну, это как вот колония-поселение, например, да, то есть там, ну, есть такая фишка, как бы, знаешь, ну, особенно общий режим там, где я был сначала, как бы, ну, на Централе нет режимов, но все равно там статьи примерно подразумевает, и там камеры мешанные, у кого-то там легкие статьи, у кого-то тяжелые, еще что-то. Фишка в том, что, например, он по легкой статье залетает, да, и он может после того, как его осудят, поехать хуй знает куда. А он, например, ну, блядь, не уркоган, как бы ему нахрен не надо, а может вообще какой-то слабенький, знаешь, и боится, что его там нечаянно запетушат там или еще что-то, да, и он хочет быть к маме поближе, короче, еще что-то, он начинает, может, там, где-то сотрудничать с руководством, да, там, ну, с мусорами, либо там пишет какое-то заявление, то, что вот он хочет работать, ну, там всякие разные вот эти лазейки, то есть для большинства арестантов это типа стрёмная фигня. Ну, с какой-то идейной точки зрения, да, да, ну, не каждому стрёмно то, что стрёмно всем, как бы, да, и такие люди находятся, они просто пишут заявление, что они хотят там срок своего наказания после суда отбыть на тюрьме, как бы работая на администрацию, ну, типа работать на администрацию стрёмно. Они соглашаются, потому что у них тут условия лучше, как бы, да, он там к этой тюрьме уже привык, у них отдельные камеры, они там не закрываются, там, ну, и то есть, вот, и они могут неплохо зарабатывать как раз на том, что ему просто затянуть этот плеер с волей, например, и просто ему же его разобрать, чтобы просто моторчик нечаянно закинуть нам в камеру, когда он там баланду, например, даёт. Ну, я понял, челнок такой себе. Да. Ну, и, соответственно, такие штуки, они загонялись легко. Какой-то у нас подкаст был про тюрьму и про татуировки. Ну, неплохо. А хотели говорить про музыку. Не, ну, слушай, мы коснулись музыки, просто, понимаешь, мы с тобой всё-таки, мы с тобой, как бы, общаемся на равных и дружим и всё такое, но мы всё-таки люди разных немного поколений, и по-разному формирование музыкальное происходило. То, что у тебя, видишь, как началось, с подвалов там, ну, плюс у тебя ещё, конечно, то, что север там и так далее. У меня, например, музыкальный вкус сформировался вообще по-другому. У меня, мы тусили по подъездам и по гаражам, то есть у нас был гараж, на котором мы тусовались. У меня тоже были друзья, ну, то есть не я музыцировал, у меня друзья были музыканты, которые в группе валили десметал. Вот. То есть... Нормально. И у меня прикол моего города вообще, то есть в городе 130 тысяч населения, мой музыкальный вкус стал формироваться, именно как выражаться как-то, в что-то цельное, где-то с класса девятого, наверное, ну, со старших классов. То есть до этого я слушал гипотетически всё подряд, хотя у меня были кассеты, я помню. Точнее так, я слушал то, что слушали, ну, мои друзья во дворе, да, и мне так повезло попасть в какую-то тусовку, что у меня на кассетном плеере, помню, была Нирвана, у меня кассеты Нирваны где-то были, Металлики, Продиджи, что ещё там было. А, ну, и при этом у меня ещё была, помню, кассета группы Хим. Ну, то есть, а, и Линкен Парк у меня была ещё. Ну, то есть, типа, что слушали друзья, я то покупал, и мне, в принципе, нравилось. Вот. А прям вот уже оформляться стало жёстко, когда я уже, знаешь, в более осознанном возрасте начал тусоваться в какой-то, ну, компании. Вот. И у меня город был то, что небольшой, ты когда приезжаешь в центр гулять, ты прям видишь, как гуляют ярко выраженные субкультурные тусовки. И почему-то у меня, ну, среди вот твоих одногодок и чуть-то старше. И вот, как я помню, вот не было гопников, вот ярко выраженных в центре. Ты знаешь, что ты идёшь, типа, здесь гопники тусуются, здесь какие-то ещё там непонятные. У нас вот именно центральные улицы, там везде нефоры тусовались, только разные. И самые яркие тусовки это были, у нас много почему-то готов было. Это как раз уже было эмо, наверное, пика эмо-культуры. Вот это эмо с чёлки розовые всякие и так далее. И мы условно были, а, были отдельно говнари, которые русский рок слушали. А мы были где-то на стыке между ними всеми, потому что мы с чуваками угорали как бы и по панк-року, и металл мы слушали, и очень Джекас уважали. Знаешь такое, Джекас это, типа, придурки, шоу было такое на MTV. Ну, короче, Джекас это, ну, или там придурки, или долбодятлы какие-то. Это шоу на MTV, как они занимаются саморазрушением условно. Ну, чуваки просто там, творят херню, там, прыгают, я не знаю, бьют друг друга по яйцам. Ну, короче, всякую дичь творят. Самоуничтожительную. Там, я не знаю, у них было, ну, типа, трэш всякий там. Там, какое-то шоу у них было, они там сперму конскую пили на спорта, или еще что-то. Ну, такая, всякая дичь происходила. Это шоу выходило на MTV, и мы все угорали по нему. Мы пытались скопировать его там. Ну, я, конечно, не сильно в этом был, участвовал, потому что я травмированный был с бедром. То есть, я всякую дичь там, я особо не чудил. Но я присутствовал, и был свидетелем много всякой фигни. И все это снималось на VHS-кассету. Какую-то, ну, на камеру. Где-то даже у кого-то, наверное, валяется до сих пор, как мои там кореша всякую дичь творят. Вот. И мы вот где-то на стыке всего этого тусовались. То есть, и вот первая компания, все ребята со двора, первая компания, с которой я жестко начал там и пить пиво там, и водку с ними жестко какую-то гасить, это были металюги, они слушали black metal вообще. Ну, у вас развита же black сцена очень хорошо просто, black metal. Вот. Это так странно было. Короче, чтобы ты понимал, ты, наверное, знаешь, что харьковскую группу, как-то, я уже плохо помню, Thorn или Thorns, как-то так называлось, black metal. Horse, horse, во, horse, точно. Да, знаю таких. Вот. То ли барабанщик, то ли гитарист этой группы жил на пятом этаже, короче, был соседом сверху моего кореша металюги, короче, понял? Ну, типа, вот так вот было. И вот слушали они там black metal, и мы с ними тусовались на гараже, тоже слушали какой-то Dark Funeral там, что-то, я сам о них, помню, слушал, какие-то такие, знаешь, группы. Ну, Бурзум, само собой, там был, Immortal, какие-то такие, знаешь, самые, может, известные. Вот. И что-то вот это я, помню, послушивал. Потом как-то в тусовке стало больше металлистов. Я помню, был период, я слушал power metal. Но мне power metal что-то, ну, не сильно зашел тогда. Хотя нравился. Ну, до сих пор. И как-то вот так, знаешь, типа, с кем тусуешься, вроде то и слушаешь. И пока вот возраст такой, знаешь, 14-15 там, ты как будто в поиске, тебе все влетает, все нравится там, все круто. То есть попса однозначно нет там, да. И потом, короче, ты начинаешь уже выбирать там, с новыми тусуешься, тебе посоветуют такую-то группу, тебе диск кто-то даст или еще что-то. И вот какой-то переломный момент случился, когда мне кореш дал, который вообще слушал Pagan Metal и Black Metal, дал мне диск с группой Inflames. Вот. И я послушал и влюбился, короче, прям. И Inflames до сих пор моя любимая группа, я кучу раз был на их концертах. Вот. И все, и я прям... Короче, мелодик десметал, металкор. После металкора и панк-рок, и к хардкору я потом пришел. То есть я наоборот, я с тяжелой музыки стал какую-то более энергичную и легкую слушать, скажем так. То есть первые какие-то тяжелые группы я слушал, и потом начал переходить на что-то полегче, что-то поэнергичнее и так далее. Вот. И вот с Inflames случился какой-то переломный момент, потому что раньше какой-то панк, постпанк или еще что-то было зашкварным слушать, типа это попса какая-то. А я начал слушать такой, блин, круто. Круто, круто. Там начал то, другое. И короче, в чем прикол? Ты когда приезжаешь в центр города нашего, ты прям видишь тусовки. Готы, Эмма тут тусуются. Но при этом все друг друга знают, потому что город небольшой, и ты циркулируешь между тусовками. Потому что все эти тусовки бухают. И ты бухаешь в каждой этой тусовке. Ну, то есть, это я, конечно, вспоминаю, конечно, жестко было. Я такой именно золотой медалист в старших классах, который там пытается все успевать и родителям угождать. И при этом каждые там выходные тусуются по каким-то этим тусовкам и угораешь жестко. Да, было прикольно. Ну, вот, короче, мой музыкальный вкус сформировался, исходя из какого-то окружения. И потом, когда я, знаешь, у меня повысилась наслушанность сильно, то я уже смог из всего спектра выбирать и понимать, что мне больше нравится. И то есть, если сейчас говорить, то есть, я, например, тот же Black Metal уважаю, но я его вообще не слушаю. Мне как бы не очень интересно. То есть, у меня сейчас как остался, как был любимый стиль какой-то Metalcore, Hardcore-чик. Вот, люблю Hardcore хороший какой-нибудь. И особенно мелодик Hardcore, знаешь, когда под грустный инструментал пацаны кричат. Вот, такое что-то. Вот. Хотя, блин, я заметил, что у меня отношение к музыке еще такое, знаешь, ну, как бы это сказать, достаточно уважительное, что ли. Для меня прослушивание музыки это целый процесс. То есть, вот, например, если выходит какой-то... А, и я еще оцениваю всю музыку альбомами. То есть, вот у меня какое-то альбомное прослушивание музыки. То есть, я оцениваю не отдельные треки, а альбомы. И для меня каждый новый альбом или прослушивание каждого нового альбома это целое событие. То есть, я должен, типа, абстрагироваться, настроиться на прослушивание музыки, сесть. И это выглядит так, что я реально сажусь перед ноутбуком или там, на чем я слушаю. Сажусь и слушаю. То есть, я ничего не должен делать, ни на что не отвлекаться. Ну, или там, минимально, может, на телефон отвлекаться, но, типа, но послушать прям. И поэтому мне очень трудно слушать музыку на работе, потому что я ее как будто не слушаю. Она просто настолько фоново звучит, что меня это начинает бесить, понял, что, типа, она фоновая. Что она меня даже больше отвлекает. То есть, для меня музыка, я должен прям быть в этой музыке, погруженной в итоге. То есть, я на работе могу слушать только что-то старое, что я давно уже знаю, какой-то заезженный, типа, то есть, у меня есть один плейлист, который максимально, там, мои любимые песни, и я их просто уже, ну, я могу там в любой момент включиться в нее и, типа, прям, и подпевать там что-то. Поэтому на работе у меня музыки практически нет, что странно. Хотя, по идее, можно было все время слушать разную музыку. Ну, наоборот, видишь. Я, наоборот, слушаю на работе музыку, потому что, если я начну слушать что-то другое, я начну отвлекаться. А на музыку я как-то не отвлекаюсь, я уже настолько привык, что она играет и мне хорошо. И в дороге. Ну, я когда хожу, я тоже слушаю музыку какую-то. Но сейчас в последнее время стал слушать аудиокниги. Очень обидно мне за это. В последнее время что-то я подсел на Storytel и стал слушать аудиокниги. Это, по-моему, такой переход с подкастов, короче. Сначала были подкасты, подкасты, а потом, хоп, и аудиокниги. То есть, получается, что через, вот, как-то приучил себя, знаешь, слушать на улице. А у тебя получается слушать? Ты просто, у меня в какой-то момент ловишь себя на мысли, вот у меня такое бывает, что в какой-то момент ты не в контексте уже, знаешь, как будто ты прочитал и ничего не запомнил. И вот то же самое, вот как послушал и такой, блин-блин, а что там было? У тебя не бывает такое? Нет, так у меня бывает, если я это просто сяду дома, включу аудиокнигу и буду слушать, по-любому я на что-то отвлекусь. Просто невозможно сидеть, не взяв в руки телефон, да, там, или там что-то еще делаю. И, соответственно, ты улетаешь сразу же. А если ты с утра, например, гуляешь с собакой, то очень хорошо все заходит. Либо куда-то идешь, ну, как бы, знаешь, я хожу такими тропами, на которых меня мало что может удивить, поэтому как-то это, ну, я воспринимаю нормально. И дома, если один, когда, ну, не просто сесть, а когда ты что-то делаешь, ну, какую-то такую работу, знаешь, как убраться, помыть посуду, там что-то еще, там, заваривать чай, аудиокниги хорошо заходят. Даже пить чай с утра, ты там сидишь, что-то такое думаешь, читаешь, ну, как слушаешь и пьешь, это нормально. И в спортзале тоже хорошо слушать. Блин, слушай, ну, это прикольно, потому что я когда-то пробовал, но, наверное, тогда еще развито, все это настолько не было, как сейчас, потому что сейчас целые сервисы есть по прослушанию аудиокниг. А я когда-то, блин, я что-то хотел, а, я хотел что-то послушать, что я уже читал несколько раз, наверное, «Властелина колец» я хотел. Ну, у меня, у меня есть, короче, какое-то, тоже прошлое такое, я фанат Толкина, и перечитывал «Властелина колец» много раз. И я, наверное, хотел что-то послушать, наверное, «Братство кольца» или что-то такое, ну, первую книгу там из трилогии. Я помню, что у меня даже сразу началось отторжение, типа, голос рассказчика такой, не, типа, голос рассказчика мне уже не нравится, понял? Ну, короче, типа, какие-то такие, даже невосприятия даже рассказчика сразу такой, не, я, у меня голос в голове не так это читал, то есть, мне не нравится, не работает. Также, тут все зависит от того, кто читает, кто читает и как читает, ну, то есть, вот сейчас, вот чем «Сторител» прикольно, ну, я просто раньше аудиокниги вообще не слушал, иногда что-то пытался, и бывает, знаешь, там чувак какой-то монотонно читает и даже знаки припинания не распознает, вот, там, типа, должен быть вопрос, он что-то куда-то пролетел, да, либо, наоборот, остановился там, где еще не надо, вот, и ты не можешь это воспринять, а вот «Сторител» сейчас слушаю, там очень много именно аудиоспектаклей, то есть, уже так записано, что, ну, ты проникаешься в атмосферу, я вот «Глуховского» слушал, причем «Глуховский» сам себя начитал, то есть, человек, который это написал, он еще и прочитал, ну, и, соответственно, блин, это заходит, вот, плюс поражает, как, например, один и тот же, как это сказать, диктор, да, ну, кто тебя начитывает, может говорить разными голосами с разной интонацией за каждого героя, и не забывать, у какого героя какая интонация, то есть, даже, даже говор, понимаешь, и ты, вот, вроде читает один человек, но ты уже по интонации, по манере говорить, распознаешь героев, это, блин, такого нефига. Прикольно, слушай, наверное, стоит попробовать вернуться к этому, потому что, ну, как бы, у меня вся работа, это, ну, на работе фона, это подкасты в основном, но я уже говорил на это об этом, у меня, вот почему, например, музыку, музыку я должен слушать, да, а вот подкасты, я могу кусок подкаста пропустить, и, ну, например, прослушать, и не париться по этому поводу, потому что подкасты воспринимают, знаешь, как, условно, как будто ты находишься в компании людей, да, и я, например, подкаста не вырубаю, даже когда ухожу в туалет, ну, там, по маленькому, например, ухожу, я его не вырубаю, потому что отношение у меня такое, я нахожусь, типа, в тусовке, а в тусовке нельзя же разговор на паузу поставить, то есть ты, вот, например, находился в компании, ты ушел в туалет, люди продолжают общаться, ты возвращаешься на середину разговора, и опять вникаешь в него, ну, то есть у меня какое-то такое... Либо ты говоришь, что там, ну, тогда отмотать несложно, и как бы у меня какое-то такое отношение, ну, только если это не какой-то тематический, либо это лекция, аудиолекция, либо это научпоп какой-то, да, ну, что ты пропустишь прям знание, то есть ты можешь пропустить какой-то конкретный кусок знания, ну, либо полезная информация, если это просто разговор на какие-то общие темы, как, ну, что-то похожее на наше, либо какой-то приглашенный гость у Куджи, там, например, то есть вот у Куджи некоторые приходится на паузу ставить, потому что у них, вот, например, последний выпуск, который они постили, у них врач был, если я не ошибаюсь, то есть он мог что-то толковое сказать, интересное, ты такой думаешь, ну, нажму на всякий случай на паузу, ну, хотя он там, они, у них общие какие-то разговоры были такие, ну, в общем, вот, вот такое отношение, поэтому аудиокнигу как будто тоже, возможно, это может быть эволюция какой-то в развитии, потому что читать мы становимся все меньше, особенно, хотя вроде тоже диджитализация, хочешь читать в электронном варианте, хочешь бумагу можешь купить, повыпендриваться, все создано для того, что на телефоне читать можно, там даже можно какие-то пресеты, световых настроек есть, что можно сделать имитацию, типа, чуть ли не электронные книги, знаешь, типа так, ну, и все равно почему-то читаем в разы меньше. Ну, вот я, видишь, стал слушать, ну, и хоть как-то читаю, получается, потому что так, если я сяду читать, я залипну сразу, а так, по крайней мере, я вот гуляю, куда-то иду и слушаю, ну, мне интересно. Прям есть такие, которые вот прям захватывают, и ты такой думаешь, блин, надо это послушать, надо послушать, вот сейчас будет у меня там какое-то время, надо пойти вот и включить, и сразу послушать. Вот, наталкивался на такие, думал, сейчас Кастанеду переслушаю, но вот мне не понравилось, как читает, короче, такой слушал-слушал, понимаю, что я куда-то улетаю, думаю, не, не мое, нахрен, короче, вот, а есть, которые читают классно, соответственно. А ты упомянул Глуховского, я как понимаю, он типа специально делает аудиоспектакли, я просто смотрел какие-то его интервью, да, и, как мне показалось, он много чего делает для вот такого аудиоформата, вот, у него тот же текст, как я понимаю, это был аудиоспектакль какой-то, или аудиокнига. Ну, текст, я не знаю, текст я вроде бы как раз читал, а вот пост, он вышел именно прям специально записанный для Storytel, то есть он изначально был презентован как аудиоспектакль, но сейчас говорят, что он, да, он есть в электронном виде, но уже время прошло, время прошло, и кто там слил его в электронный вид, либо сам Глуховский там его как-то там издал электронной книгой, либо, может, кто-то там переписал, я не знаю, я не вдавался в подробности, но сама фишка в том, что он писался под аудиоспектакль и начитан самим автором, как бы, блин, и он охрененный. Ну, то есть я к чему сейчас, я вот просто, как это, мне Глуховский нравится очень как персонаж, я там смотрел его интервью, я смотрел какие-то его подкасты, он очень такой, как это, очень начитанный чувак, и все его ответы на какие-то вопросы там, вот всегда взвешены и отображают какую-то вот четкую позицию, знаешь, вот мне это, мне нравится, когда у людей есть позиция четкая, и что она не противоречит каким-то внутренним аспектам, знаешь, то есть вот он, всегда вот он во всех интервью, он плюс-минус одинаковая позиция у него, то есть ты понимаешь его, что вот он такой вот чувак, но при этом он уже какая-то величина, и ему есть что сказать, вот я его метро там какое-то не читал, то есть, ну это как я понимаю, он написал, когда был молодым и горячим, и он сам немножко иронично к этому относится сейчас, потому что он про метро всегда так говорит, ну это я был там подростком, хотел написать великую фантастику, типа вот как-то он так снисходительно всегда говорит, и как я понимаю, он прекрасно это сейчас монетизирует, и игры там, и то, что это целая вселенная, в которой пишут другие авторы, и он что-то с этого имеет, поэтому, ну в общем, я к чему вел, я заметил, что вот Глуховский, он очень, ну часто говорит про вот эту аудиосферу, что он специально делает какие-то аудиокниги и так далее, и я подумал, что возможно это какое-то следующее развитие, что больше авторов начнут делать именно специально для аудио уже, то есть, то есть, с пониманием того, что люди будут их слушать, вот я про это, то есть, если раньше, как бы все, как это, типа, страдали славоблудием, скажем так, вот эти, знаешь, длительные описания какие-то, ну это я про классику сейчас говорю, конечно, там какого-то Тургенева читаешь, там одна природа, ты вот просто такой, так, эта страница с природой, стоит пропустить или нет? Вот, то есть, сейчас люди же как бы будут понимать, что вот это длительное описание природы, наверное, на слугу будет сложно восприниматься, то есть, скучненько, что нужно... В зависимости, опять же, кто как читает, там же еще есть фоновые подложки, ну то есть, есть нормальные темы. Ну то есть, я веду к тому, что в будущем, возможно, может появиться какое-то, из-за того, что, человек будет подходить к написанию книги, ну к написанию текста какого-то, с точки зрения, что его еще будут слушать, что это в целом может повлиять на всю, на всю индустрию, на стиль написания, вот я про это говорю. Ну да. То есть, с пониманием этого будет меняться, то есть, ну надо больше диалогов там, или больше экшена, или каких-то больше точек, чтобы на слух, там как-то понимать характер, персонажа, или там нужно где-то прописать, что у этого персонажа есть акцент, у этого нет, знаешь, чтобы это характер сформировало у персонажа. То есть, я вот про это, что нужно сделать ярче как-то, чтобы на слух это воспринималось круче. что, возможно, это приведет к какому-то такому, более динамике какой-то, более динамичному повествованию, или еще что-то. Ты зайди как-нибудь на Storytel, и вообще посмотри, что люди слушают, какая там вообще сейчас библиотека, и сколько всего уже вот так вот записано. Просто охренеешь. Storytel есть две недели пробного бесплатного периода. А я часто видел рекламу Storytel на ютубчике, так что... Да, и, ну, как бы там на бесплатном периоде можно уже нормально наслушать. Ну, и он стоит недорого, как бы там, я вот с удовольствием... Это что у нас? Это у нас в подкасте первая рекламная интеграция? Ну, это просто классная штука. Да, я понимаю, шучу. Вот, мне тоже жена подписалась, говорит, блин, классно, попробую, я попробовал, мне тоже понравилось, а потом после пробного периода просто там есть семейная подписка. И она ее оформила, пригласила меня, и офигенно, как бы, ну, там, я плачу за семейный Spotify, а жена платит за семейный Storytel. Прикольно, прикольно. И вот час сорок у нас уже. Слушай, я помню, мы очень сильно хотели коснуться темы Миноксидила. Это давай, может, в следующий раз. Я вот хотел спросить, это пойдет на следующий раз или как? Давай на следующий, потому что, ну, куда уже, сейчас по-быстрому вот это все наговорить? Я и так уже максимально скомканно сказал о своем музыкальном становлении, потому что, если вдаваться в какие-то подробности, это можно целый подкаст, знаешь, этот, за жизнь поговорить. Ну, смотри, сейчас время писать у меня пока есть, не знаю, как у тебя, мы можем сейчас хоть раз в неделю пока делать, но, опять же, сейчас это, это до двадцатых чисел июня, потом я тоже хочу отдохнуть, вот, и там до начала июля меня не будет. Ну, слушай, давай посмотрим, то я буду очень заряженный такой, там приеду, мне будет что рассказать и где что можно еще посмотреть и расскажу, где я был, вот, если все получится. Я, в общем, я, знаешь, с большим энтузиазмом подошел к сегодняшнему подкасту, я прям соскучился и мне хотелось, плюс мы с тобой давно не общались, то есть мы как-то повыпадали, кроме поездок, еще и в работы там и так далее. Я тут параллельно еще помогаю с проектом девочкам тут одним в Харькове. Ну, если кратко, я этот, больше в ароматику ударился, сейчас помогаю там девочкам ароматы разрабатывать для их проекта. Очень интересно. То есть вот твердый одеколон дал мне толчок, ну, с появлением твердого одеколона у меня в ассортименте, у меня какой-то толчок в этот аспект получился. Я ароматы всякие делаю. Вот недавно сделал аромат тюльпан с грибфрутом. Прикольно получился. Травяной такой, цитрусовый травяной, свежий летний аромат. Вот. И вот эти, знаешь, какие-то заботы все, они накапливались, и как будто подкасты это все-таки и выплеск какой-то эмоции, знаешь. И я прям, вот прям с кайфом сегодня, то, что мы наконец-то договорились, наконец-то состыковали свои режимы какие-то, потому что мы с тобой живем в разных временных режимах. Да. Это кайф. Поэтому я не против. Единственное, что, ну, как бы, в принципе, можно следующий оперативно записать, потому что остались темы более прикладные. Тоже миноксидил можно обсудить. Я, кстати, немножко готовился, я освежил память, как он работает, ну, почитал немножко. Так что будет что обсудить. Достаточно интересный продукт. И оказалось даже, что я немножко заблуждался в каких-то вещах. Я думал, что у него есть какое-то гормональное воздействие, а это неправда. Вот так. Оказывается, миноксидил никак не влияет на гормоны, но при этом у мужиков растут волосики. Вот. Так что это мы оставим на следующий раз. Я надеюсь, что наши слушатели тоже соскучились. Надеюсь, мы получим какой-то фидбэк. Это будет очень классно. Возможно, кто-то вкинет тему какую-то, о которой мы либо забыли, либо что-то новенькое, но интересное. Вот. И можно, в принципе, на следующей неделе тоже в субботку так созвониться. Да, если что, мы пишем в субботу, 5 мая. Для того, чтобы выйти... 5 июня, какого мая, господи, что я несу. Чтобы выйти в воскресенье, да, и, соответственно, если мы следующий запишем 12-го, то 13-го тоже он будет опубликован, а потом вот я на пару недель выпаду из подкаста именно, потому что я не думаю, что мне в поездке получится так вот посидеть с микрофоном два часа. Слушай, прикольно, даже хорошо, на самом деле, что ты выпадешь, потому что к тому времени я надеюсь, что я наконец-то запущу то, над чем я работал по своей основной работе, и нам будет вообще кучу чего обсудить. Крутяк. Ну что, всем харьковским циркачам привет. Да, ребята. Харьковскому black metal, у вас, кстати, ты упомянул, да, про black, про black, не, я имею в виду вообще про то, что культура black metal в Украине очень сильно развита в Харькове, и как раз благодаря харьковским ребятам она очень сильно выстрелила во всей Европе. Ну, так что, мы передаем привет циркачам и black metal и всем остальным тоже. Да. Все, всем пока, до свидания. Рад был слышать. Да, пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова